Под председательством президента Казахстана Касым Жамар Татакаева в режиме видеоконференц-связи состоялось пятое заседание Высшего Совета по реформам, сообщает Аккорда. О разработке национальных проектов доложил председатель агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келембетов. О трансформации нацпроекта «Цифровой Казахстан» рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдад Мусин, говорится в сообщении. Как уточняется, министр сельского хозяйства Сапархан Амаров проинформировал о подготовке нацпроекта по развитию агропромышленного комплекса до 2026 года. О внедрении урегулирования с чистого листа отчитался министр национальной экономики Осет Иргалиев. Предложение о реформе правосудия представили председатель Верховного Суда Жеки Пасанов и руководитель администрации президента Ерлан Кашанов. Заслушав доклады участников, президент подробно остановился на перспективах дальнейшей разработки стратегии реформ. По каждому из выступлений глава государства дал конкретные замечания и поручения. В частности, Такаев указал на недопустимость, нагромождение и дублирование национальных проектов, которые должны быть сфокусированы на решении узловых задач, требующих концентрации усилий и ресурсов здесь и сейчас. Президент подчеркнул, что нацпроекты должны быть обеспечены всеми ресурсами и иметь безусловный приоритет при получении бюджетного финансирования. Глава государства выразил благодарность своему заместителю по Высшему Совету по реформам Сэру Суме Чакробарти и его команде за продуктивную работу по анализу нацпроектов. По словам Такаева, предложенные рекомендации могут быть использованы в качестве базы в дальнейшей работе по реформам экономики, социальной сферы и госуправления. Что касается национального проекта «Цифровой Казахстан», в выступлении были положительно оценены нововведения, представленные в докладе Мусина. Глава государства одобрил подходы, предлагаемые в концепции развития цифровой отрасли и нацпроекте «Дигитель». Оценивая представленный доклад о регулировании с чистого листа, Касым Жамарт Такаев подчеркнул, что стране нужен сильный и конкурентноспособный частный бизнес, способный стать основой национальной экономики и благосостояния граждан. Говоря о правовых реформах, президент указал на важность последовательной и системной модернизации судебной системы в целях обеспечения беспристрастного и справедливого правосудия. Это важнейший критерий правового государства, базис инвестиционной привлекательности, обеспечения охраны, права частной собственности. Новые подходы к реформированию судебной системы должны обеспечить дальнейшее укрепление независимости судей, укрепить доверие общества к судам, стимулировать привлечение к отправлению правосудия новых профессиональных кадров, повысить удобство и эффективность судебного процесса, считает он. Такаев добавил, что выработанные инструменты позволяют привлекать в судейскую профессию сильных юристов и специалистов по отдельным отраслям права. Как считает президент, проработка этих вопросов в парламенте должна быть открытой и всесторонней, с привлечением общественности и представителей юридического общества. Он поручил принять соответствующий законопроект в текущем году. Глава государства также высказался о реформе уголовного процесса, подчеркнув приоритетность работы по обеспечению защиты конституционных прав граждан. Для этого должны быть созданы условия реальной состоятельности прокуроров и адвокатов в суде, расширены возможности для обжалования судебных решений, обеспечена единообразная судебная практика. Итоговый судебный вердикт должен быть понятен как участникам процесса, так и обществу в целом, сказал президент. Кроме того, глава государства затронул проблему инвестиционных споров. В данном контексте он поручил правительству до 1 августа текущего года тщательно рассмотреть вопросы, которые поднял в своем докладе сэр Сума Чакробартии. Координация данной работы возложена на администрацию президента. В завершении Такаев отметил, что предстоит большая продуктивная работа по трансформации и модернизации Казахстана. Нам нужен качественный рывок, а значит нужна слаженная и эффективная работа, к чему я всех призываю, заявил глава государства. Продолжение следует...